Трезвость. Там, куда мы направляемся, она нам не понадобится. Здравия желаю, товарищи нацовец, офицеры. В данном видеоролике я постараюсь относительно кратко рассказать про премиум боевую советскую единицу. Т-55, а я вам в один. На связи, как говорится, я, офицер, с вас лайк, подписка, колокольчик, а я начинаю. И сперва давайте пройдемся по базовым элементам бронемашины. Машина находится на боевом рейтинге 8,7. Вооружение. Главный калибр. 100-мм пушка с боезапасом 42 снаряда. Д-10Т2С. Который, кстати, позволяет вам плюс-минус относительно хорошо уничтожать бронетехнику. Легко защищенный. Дополнительное вооружение башни. 7,62 пулемет. На крыше стоит крупнокалиберный пулемет ДШК с боезапасом 300 патронов от Тракториста. Максимальная скорость машины, которая якобы написана в карточке, составляет 50 километров. На самом деле, это немножко не так. Но об этом немножко позже. Скорость поворота башни 8 секунд. Вертикальный угол наведения минус 5. Вертикальный угол наведения минус 5 плюс 16. Время перезарядки 9,7 в зависимости от вашего экипажа. И вот теперь давайте по делу и поправить. Во-первых, машина хорошая. На ней можно играть. На ней можно учиться. Да, да, не спорю. Ну, во-первых, какие проблемы у данной машины на данный момент, из-за которых я не советую покупать Т-55 АМ1. Если вы хотели от меня узнать, советую вам покупать данный танк или не советую, можете сразу закрывать видео, если вы услышали, что я не советую покупки Т-55. И сейчас я пишу, почему я не советую данную бронемашину покупки, а лучше взять Т-72 Турмс. Поехали! И сперва это боевая рейтинга. Боевая рейтинга машины составляет 8,7, на котором вы почти не будете играть. Вы будете попадать на 9,093, где катаются уже довольно быстрая бронетехника. И на секундочку на колесном ходу с ДМ-33, со 105-мм пушкой, тепловизором и все в этом духе. Шиншуй по полной программе. Когда у вас, на секундочку, ПНВ, у вас 100-мм пушка и так себе снаряды попробуют. Если, как говорится, вы даже увидите противника перед собой, этого колесника, и попадете ему четко в попадание, в БК, он вам скажет, братан, попадание, трансмиссия, колесо, все, оранжевая БК. Он на вас переключается, и вы что-то, потому что у вас компоновка, кстати, очень выгодна. Топольный бак, и за ним БК. И вы как елочка новогодняя просто загораетесь. Что у нас по ночным приборам? Т-плейзера у нас нет. И у нас тут только ПНВ. И вы серьезно, вы заставляете мне играть вот на этом противо, эти кигача, да вы что, серьезно? Что я им сделаю, вопрос. Даже, знаешь, как вы говорите мне, расстреливайте, как ИС-3 в 2015 году в одном месте. Из плюсов у нас тут какие? Да, задний ход хороший. И все, задний ход хороший, вперед относительно, плюс-минус едет. Ну, блин, серьезно, вы не хотите покупать турмс просто из-за заднего хода? Вот когда вы выбираете танк, вы смотрите, что? Ммм, как он хорошо едет, если он едет минус 8, то я его беру. Если он едет минус 4, это фигня. Так что ли, парни, немножко не понимаю. Поворот башни у нас тоже отрочительный. У всех танков, с которыми мы будем воевать, привода намного лучше. Много быстрее они будут на нас переключаться. Намного быстрее они могут по нам отработать, чем мы со своей-то медленной скоростью. Это только первое замечание. И это в плане вооружения и приборов, все в этом духе. И вот второе. Боевой рейтинг 8.7. Боевой рейтинг завышен просто. Как по мне, чтобы машина не попадала через шуру в топ списка и не играла с техникой 7.3, сделайте ей боевой рейтинг. Не 8.0, не 8.7, а 8.3. И посмотрите по северной статистике, как данная машина будет играться. Если машина будет нормально играться, то это ее место. Но на данный момент с БР-8 и 7 машина попадает очень часто. На 9.0, на 9.3. И там у нас преимуществ никаких нет. И это просто нецелесообразно. Воевать на данной машине, на этих БР, как я уже описывал почему. Пока вы доедете до первой линии обороны, тут уже колесник объедет вашу респу и уже будет нацелен на ваше отделение МТО. И просто берет, делает выстрел. ДМ-33, 105-мм пушка, где половина вам на вас находит. И уничтожает все отделение МТО. Вы движком не будете никогда танковать. Вот мой совет, парни. Не берите вы этот танк. Во-первых, это боевой рейтинг 8.7. Что вы еще в стаб купите на 8.7? Правильно, ничего. Раньше была БМП-2М, она была на 8.7. Но когда это было, теперь времена другие. И БР тоже сранки. И тут я советую покупки Т-72 Турмс. Не смотрите вы на задний ход. Во-первых, это его боевой рейтинг 10.0. Где относительно он себя хорошо чувствует. Где вы на равном можете поиграть. Если вы попадете даже вниз списка, либо в топ списка. Также, вы можете докупить технику в сетап. Дереваться 2С38. СУ-25К. БМП 2М полковая техника. Но можете поставить дублеры. Также эффективно быстро прокачивать технику. Что вам важнее, как говорится. Задний ход минус 8. Или стабильная, эффективная прокачка наций. По мне, тут все логично. На связи, как говорится, был Офицер. Пишите в комментариях, что вы думаете по поводу моих слов. И увидимся на полях сражений War Thunder. Всем удачи! Субтитры сделал DimaTorzok